Апгрейд общественного пространства у центрального городского пляжа Хрустальный, продолжающийся последние несколько месяцев, не перестает удивлять севастопольцев и предоставляет широкие возможности для креатива в социальных сетях. Апгрейд общественного пространства Коренным жителям Севастополя и старшему поколению она, в общем-то, не нужна. Мы практически круглый год ходим на море, купаемся круглогодично. Мы за большее такое морское пространство, чтобы больше было... Нам бы поудобнее трапы, чтобы сделали. Поудобнее трапы, чтобы сделали. Я лично два года назад тут три ребра сломала на этих трапах, о которых никто не думает, эти круглые ступеньки. Карусель на набережной адмирала Перелешина не слишком вписывается в исторический облик центра города. Помимо того, что подрядчики почему-то не стали прислушиваться к замечаниям членов архитектурно-художественного совета под световому оформлению торгового павильона, ярким пятном в стиле Лас-Вегаса здесь теперь диссонируют и новое развлечение для малышей. Я коренная жительница Севастополя в четвертом поколении. Город свой обожаю. Вот. И, конечно, вот это нагромождение не очень. Свободное пространство. Да, мало свободного пространства. Я больше за променад. Пока новые блестящие лошадки не понеслись по кругу в ярком свете вечерних огней, севастопольцы не теряют надежды увидеть настоящее благоустройство пляжа в центре города. Надо думать и о маленьких тоже. Не только о больших, а стареньких. Поэтому, наверное, в этом есть что-то такое положительное. Вот как пожелание нашей мэрии, чтобы в первую очередь, чтобы буйки появлялись не в середине, не в начале августа, а хотя бы в мае. Чтобы лестницы были, трапы удобные для людей, чтобы навесы были, раздевалки нормальные. Это все в первую очередь. Субтитры создавал DimaTorzok